Татьяна Романова. «Фу, моя собака-пылесос! Или как научить собаку не подбирать еду на улице?» Читает Филипп Матвеев-Витовский. Все изображения вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Глава первая. Почему моя собака подбирает еду? Так почему же наши любимые собаки так стремятся слопать вон тот черствый кусок хлеба или полуразложившуюся кильку, несмотря на то, что питаются сбалансированным натуральным рационом или кормом супер-премиум класса? Причин подбирания довольно много. Реализация охотничьего поведения. Собака является охотником и падальщиком. Именно благодаря своему нюху, который позволял найти, а после догнать и умертвить добычу, а также найти падаль, собаки выжили и сопровождают нас не одну тысячу лет. Отчасти из-за этой их способности люди 14 тысяч лет назад, а по некоторым исследованиям и вовсе 17 тысяч лет назад, решили приручить собачьих предков, чтобы те помогали людям охотиться, ну и, конечно, охранять жилища. Однако в современном мире то, что раньше казалось сильной стороной наших любимцев и так ценилось, начало мешать их хозяевам и приносить волнение. Поиск добычи, даже если в ее качестве выступает черствая корочка хлеба, это один из этапов реализации врожденного охотничьего поведения, которое включает в себя последовательность трекинг, выслеживание нижним чутьем, поиск, выслеживание верхним чутьем, зрительный контакт, подкрадывание, погоня, захват, смертельный укус, расчленение, поедание. Если собака почуяла запах дичи, идти по следу является ее естественным, видотипичным поведением. Получив сильнейшее самоподкрепление в конце движения по следу в виде нахождения и поглощения дичи, собака мгновенно выучивает полезный с ее точки зрения урок. Запах приводит к еде. То есть, научившись самостоятельно удовлетворять пищевую потребность, собаке естественно и свойственно продолжать заниматься подобным самоподкреплением, получать интенсивное удовольствие от следования по запаху, нахождение еды и ее поглощения. Можем ли мы сказать в данном случае, что собака плохая? Конечно же нет. Она просто ведет себя как собака-охотник и довольно успешной. Породные особенности. Как уже было сказано выше, поиск еды является естественным поведением собаки, охотника и падальщика. Однако следует учитывать и специфику породы. Некоторые породы — результат специально продуманной селекции, задачей которой было усилить такие отрезки охотничьего поведения, как поиск нижним и верхним чутьем. К таким породам относятся, например, представители группы гонщих. Они были специально выведены для поиска и выслеживания добычи. Нюх и вязкость на следу у таких пород усилены с помощью селекции по сравнению со среднестатистической собакой, которая в схожем контексте и на запах отреагирует менее интенсивно и след бросит с большей готовностью. И пусть в городских условиях в качестве добычи выступает куриная косточка или кусочек пиццы, но выслеживать ее собаки с породной узкой специализации также крайне увлекательно. Кроме того, у некоторых пород собак, таких как лабрадор, флет, примашорстный ретривер и золотистый ретривер, ученые обнаружили нарушение или даже отсутствие гена, известного как помк. Ген проопиомеланокартина помк влияет на аппетит, пищевую мотивацию, отложение жира и, самое главное, на чувство сытости. Чувство сытости сигнализирует о том, что собака наелась. Если этот сигнал не работает правильно, как в случае с собаками с нарушениями гена помк, они не будут понимать, что насытились, и будут продолжать есть еще и еще, даже если уже наелись. Такие собаки будут регулярно искать еду на улице, так как они постоянно чувствуют себя голодными. Исследование мира щенком. Как правило, маленькие щенки, выйдя впервые на улицу, начинают хватать в пасть все, что видят. Пачки от сигарет, листики, палки и корешки, окурки, жвачки и, конечно же, еду. Это нормальное поведение для молодой особи, которая познает мир свойственным ее виду образом. Если не стремиться каждый раз насильно доставать из пасти захваченное, подобное буйное подбирание всего, что лежит в зоне досягаемости, проходит буквально за первую уже неделю прогулок. Да и в большинстве случаев, даже хватая что-то несъедобное, щенок несет предмет некоторое время в пасти и затем сам его выплевывает, не проглатывая. Я бы настоятельно рекомендовала хозяевам щенков постараться взять в руки свою тревожность и не вмешиваться в процесс познания мира, конечно, если этот процесс безопасен. Даже если ваш щенок проглотит жвачку или кусочек бумажки, ничего страшного не произойдет. Однако, если на каждую попытку щенка понюхать что-то новое или взять это в пасть, вы будете реагировать хищным броском в его сторону и ковырянием в пасти, а то и в глотке малыша, вы сами своими действиями можете спровоцировать стремление щенка поскорее проглатывать все, что может его заинтересовать. Просто чтобы успеть овладеть сокровищем до того, как вы успеете добежать до крохи. Бонусом при подобном поведении вы получите питомца, который, взяв что-то в пасть, стремится поскорее от вас убежать. Потому что экзекуции в духе «попробуй достать из тебя эту бумажку», даже если она уже проглотчена, никому не нравится. А в некоторых случаях подобное поведение хозяина может спровоцировать развитие у собаки агрессивного поведения в ответ на тянущиеся к ней руки или попытку удержать или провести осмотр. Если же щенок жадно глотает все, что находит на своем пути, обратитесь за помощью к ветеринарному врачу. Такое поведение может быть симптомом глистной инвазии, гастрита и иных проблем со здоровьем малыша. Голодная собака Собака, испытывающая голод, конечно же, будет пытаться заглушить это чувство, используя любой встреченный по пути аппетитный и не очень кусочек. Питомец должен получать рацион, соответствующий его возрасту, кондиции и уровню активности. Если вы приверженец натурального кормления, убедитесь в том, что питание вашего любимца сбалансированное и полноценное. В этом вам поможет ветеринарный диетолог. Если вы владелец щенка, убедитесь в том, что ваш малыш имеет возможность получать суточный рацион дробно. Желудок у малышей еще совсем маленький, поэтому кормить их следует небольшими порциями, но часто. Кормить щенков нужно в возрасте 2-3 месяцев 5 раз в сутки, в возрасте 4-5 месяцев 4 раза в сутки, в возрасте 5-6 месяцев 3 раза в сутки. Начиная с 6 месяцев, можно перевозить собаку на двухразовое кормление. Нехватка энергии и или полезных веществ, витаминов, микроэлементов. Собака может активно заниматься поиском еды, потому что ей не хватает энергии, витаминов или микроэлементов. Думаю, многие хозяева сук замечали, что собака, которая обычно не подбирает ничего на улице, вдруг начинает неистово выискивать еду прямо перед течкой или после нее, во время беременности или выкармливания малышей. Или что обычно неинтересующаяся едой на улице собака, любого пола, в первые дни после резкого похолодания вдруг начинает выискивать уличную запрещенку. Внезапное изменение поведения и выискивание еды может свидетельствовать о нехватке энергии в связи с увеличившейся нагрузкой на организм из-за беременности или для сохранения тепла при похолодании. Временно увеличьте калорийность рациона вашего любимца. Иногда собака испытывает дефицит отдельных веществ. Важно понимать, что дефицит конкретных веществ может присутствовать и у собак с явным излишком веса. Он может быть связан с низкой усвояемостью конкретным организмом отдельных веществ. Ветеринарный диетолог поможет вам идентифицировать и решить возникшую проблему.